Харея Кришна, доброе утро, дорогие Мишна, очень рад очутиться в вашем обществе. Прямо буквально по касательной прошел недавно мимо вас. Прямо сильное желание было в Риге оказаться. Я проезжал на автобусе, я приехал в Риге, прямо в аэропорт, и уже оттуда Кришна так устроил. То есть у меня был рейс с пересадкой через Ригу, но первый рейс отменили, и мне пришлось на автобусе ехать в Ригу. Поэтому Кришна уже меня ближе-ближе к вам подставляет под вашу заботу, смотрим, как получится дальше. Итак, мы с вами сегодня подбираемся к окончанию 14 главы. Здесь всего 44 стиха, как мы видели, как Кришна Киртепарабу уже объявил. Мы начнем фактически сегодня последний раздел. Эта глава важна, потому что она отражает внутреннее состояние преданных. То есть до этого мы с вами посмотрим на первую песню, мы ее всю представляем, мы видим вот этот основной раздел с 7 по 18 главы. Вот этот вот раздел, именно рассказ о Махараджи Парихшите, явлении Шукадэва Госвами, именно как состоялся высший диалог. Мы с вами уже помним, это хорошо, что первая песня рассказывает о трех диалогах, о том, как три способа, как понятие. Бхагаватам – это диалог мудрецов на Мишаране с Сутой Госвами. И этот диалог очень важен для нас, прежде всего, потому что мы можем себя легко узнать в этих мудрецах, но, по крайней мере, свою мотивацию, естественно, может быть, не квалификацию, но, по крайней мере, мотивацию, что мы тоже ожидаем какого-то, чего-то новенького, может быть, чего-то яркого, сочного. Вот, и такова наша психология, нам интересны разные вещи, как сейчас, вот в период локдауна или карантина, как сейчас, не назови, в разных местах. Все очень по-разному. Вчера мы ходили на экскурсию по Купенгагену, и город был совершенно пустой. Совершенно пустой. Никого не было, стояли покинутые витрины магазинов, где-то еще горит свет, свет, где-то уже он не горит, где-то заклеено пленкой, где-то просто висят вывески, но оказалось, что все равно все закрыто. И это очень сильный удар по психике людей, прежде всего, потому что люди привыкли сбрасывать стресс через шоппинг, через гуляния. В принципе, гуляние – это нормально для людей. Народ любит гулять. Это так и называется – народное гуляние. Не только на Руси такое было, но и везде. Это нормально совершенно для человека. Но все это отталкивает нас немножко. То есть оно нормально для обыденных людей, для обывателей, но для трансценденталистов это ненормально. Такие вещи кажутся им чуждыми. Поэтому в Бхагавангите, явление, которое мы сегодня с вами имеем честь отмечать, Кришна говорит, что для мудреца, то, что для мудреца день – это для обычных людей ночь. То, что для мудреца ночь, для обычных людей – это день. Это какая-то очень важная вещь. И вот преданные, мы здесь общались вчера с преданными, вы знаете, они здесь многие почтальонами работают, и у них работа с часу ночи или с двух ночи до пяти-шести утра. И они тоже делились этим ощущением, что, говорят, то, что для почтальона день, для обычного человека – ночь. То, что наоборот. То есть примерно мы понимаем, что такое, когда мы… Мы тоже, как преданные, наверняка знаете, вы встаёте рано, там, в четыре или там, ну, кто как, кто ещё пораньше, там, в шесть, да, в седьмом, в семь. Ну, пораньше, в общем, мы встаём, и мы повторяем джабы, мы столько всего сделали, уже там пуджу, прочитали мантры, всё. И вот мы выходим на улицу и видим первых таких просыпающихся, особенно воскресенье. Так вот, для обывателя это нормально – толпиться, вот, ходить в какие-то мероприятия, ну, как-то вот проводить приятное время. Но для трансценденталистов это ненормально. Поэтому то время, которое мы сейчас наблюдаем, тяжёлое, казалось бы, мы можем его по-другому воспринимать. Да, это настала ночь, ночь для материалистов, но это вполне может стать днём или ясным солнечным днём для тех, кто ищет духовную истину, трансцендентную истину. Вот поэтому мудрецыны Мишарани, показывают нам этот пример, они тоже находятся как бы в этом во всём, в этом мире. Они там об этом, об о том знают, понемногу обо всём, что называется. Они расспрашивали Суту Гасвами о разных спященных писаниях, о разных темах. Но посреди всего этого у них также появилась возможность Шимадбагов нам услышать. И за счёт того, что Суту Гасвами был квалифицирован как рассказчик, и мы помним, да, его минимальная квалификация, она олицетворяется именно Суту Гасвами. Какова она, минимальная квалификация? Это означает, что человек должен быть знающим. Во-первых, он должен понимать предмет, понимать, о чём вообще речь. Знать нужно священное писание. Причём, ну, именно знать их, знать Шастра-юкти, то есть, понимать логику Шастр, к чему, собственно, Шастра нас призывает, какова связь различных отделов Шастр, что, оказывается, есть раздел Карма-канда, есть раздел Гьяна-канда, есть Бхакти. И поэтому мы знаем, что когда Брамаджи впервые изучили, изучал священное писание, веды, он тоже изучал их трижды. Сначала он проштудировал все через призму Карма-марга, то есть, посмотрел, ага, оказывается, вот, да, священное писание помогает человеку здорово жить, наслаждаться в этом мире. Но потом он, будучи, как бы, сердце его было неудовлетворено, и он стал ещё раз изучать. И он увидел всё это через призму Гьяна-марга, что, оказывается, все священные... То есть, Бхакти, извиняюсь, Карма-марг говорит о том, что все священные писания призывают нас наслаждаться в этом мире, честно наслаждаться, работать, зарабатывать, потом отрабатывать, и потом возвращаться опять. Ну, то есть, нормальная, честная жизнь. Тогда как Гьяна-марг по-другому на всё это смотрит. И мы понимаем, да, как Гьяна-мар, значит, как Дукалы, Машашва там, как избавиться от всего этого в конце концов. И вот в нас с вами периодически пробуждаются те или другие мотивы. То есть, мы периодически хотим либо ради этого, либо наслаждаться хотим, и у нас прям нам хочется, ну, как же, вот, ну, хоть как-то, ну, хотя бы по 10 человек можно собираться, хотя бы поскольку, ну, хоть как-то, чтобы мы могли выжить, ну, хотя бы, там, за продуктами хотя бы сходить можно, ну, хоть что-то должно быть. Или же наоборот, Гьяна-марг у нас просыпает желание Гьяны. Но знать Писание означает, что мы целостно это видим. Да, там есть обо всём, но в конце концов, к чему ушасты приводят? И Кришна об этом в Бхагават-ките как раз тоже говорит. Все веды в конце концов призваны меня понять, ну, научить вас понять меня. Вот, и также в той же гите, раз сегодня у нас гита-джаэльти, мы будем о гите вспоминать, думать, в гите Кришна говорит, мама вартману вартанте, мануши пардха сарвашаха, каждый человек следует моим путем, все идут моими путями. И в удовой гите, в 11-й песне Шиман-бхагаватам, в 20-й главе, в 6-м стихе, Кришна говорит очень важную вещь, комментируя эти свои собственные слова про один путь. Он говорит, на самом деле есть всего три пути. Когда я говорю мой путь, я имею в виду три пути. Есть всего три пути, которые ко мне идут. Это карма, гьяна и бахти. Очень важные моменты. И когда мы... Других нет никаких. Так вот, у нас с вами могут быть разные мотивы. Для того, чтобы идти по одному или другому пути, человеку необходим мотив. Мотив, значит, движущая сила. Буквально, да, буквально так переводится с латыни. Движущая сила. То есть нам нужно то, что будет нами двигать. Это же желание, фактически. И мы понимаем, что в нас с вами тоже вот эти желания постоянно разные пробуждаются. То мы хотим наслаждаться, то мы хотим избавиться от всех этих оптовым образом, избавиться от этого материального мира. И даже у нас есть бахти. Чуть-чуть. И вот видеть все это и понимать, что все на самом деле связано с тем, чтобы нас в конце концов поставить на путь бахти, вот это означает понимать шастры. В целом понимать шастры. То есть знать шастры или квалификации сутыга с вами не в том, что он подробно все знал. Он мог это делать. Но это уже как бы тюнинг, так сказать. То есть это уже добавочные какие-то моменты. Но самое главное, понимание шастры означает, что я понимаю смысл послания. Вот это ключевой момент. Пожалуйста, давайте себе это как-то отметим, чтобы у нас не было иллюзии относительно себя и относительно других. Потому что мы можем ожидать от других людей тоже какого-то очень скрупулезного, такого книжного знания шастры. Хотя на самом деле вот это и есть знание шастры. Вот это. То есть это я понимаю, что в конце концов все рассчитано на то, чтобы привести человека к пути к бахте. Вот. И каким образом человек приходит на путь к бахте? Есть только один способ. Это встреча с преданным. Поэтому все священные писания так или иначе, они даже на самом деле напрямую не могут себя как к бахте подвести, потому что между путями кармы и гьяны и бахте, этими тремя путями, нет связи. Они независимы. Это очень важный момент, который нам как преданным очень важно помнить, что между этими путями нет связи. Там нет мостиков. То есть нельзя практиковать какое-то время карму, йогу, и потом раз, и обрести квалификацию, чтобы идти по пути гьяны йоги. Или я иду по пути гьяны йоги, потом раз, и у меня появляется вдруг, каким-то, аккумулировал я какое-то благочестие, да, какое-то пунью, и раз, и я встал на путь бахте-марга. Этого невозможно сделать. Эти три пути совершенно независимы. Для того, чтобы идти по одному из них, человеку нужна квалификация в рамках этого пути. Квалификация для того, чтобы идти по пути кармы – это кама, или сарва кама, желание материальное. Квалификация для того, чтобы идти по пути гьяна марги – это мукшу, или мукти кама – желание освобождения. И чтобы идти по пути гьяны, нужно обрести это желание. Его нужно откуда-то взять, оно само по себе не появится. Его отблеск может появиться, если я слишком много наслаждался и страдал. Может появиться. Но это будет не совсем то желание. Это будет просто такое поверхностное очень. И для того, чтобы идти по пути бахте, человеку нужно обрести семечко бахте-латы. Тоже от преданного. Только от преданного. Так вот, знание вот этих вещей, вот это и называется знать священное писание. Это первая квалификация сутыга с вами. И когда мы с вами слушаем кого-то, когда мы выбираем, доверять человеку тому, что он говорит или нет, кого слушать, кого не слушать, прежде всего нам нужно обращать на это внимание. А вообще этот человек, он понимает, что смысл всего в бахте. Иногда слушаешь преданных и думаешь, ну как бы, подожди, ты же не разобрался сам. Ты сначала сам разберись, как это все работает. Иначе мы начинаем смешивать, мы думаем, как это выражается. Мы думаем, ну вот я сейчас должен сначала достигнуть успеха в работе, в семье, дом купить, машину купить. Вот когда я в этом буду успешен, здоровье подлечить, вот когда я вот это сделаю, вот тогда я смогу практиковать бахте. Вот это заблуждение, дорогие предные. Или я думаю, мне нужно избавиться от материальных желаний, только тогда я смогу практиковать бахте. Я должен избавиться от этой скверны, анартха не вредить, от анартха избавиться, тогда я смогу практиковать бахте. Это неправда. На самом деле бахте можно практиковать уже сейчас если у нас есть квалификация для этого если она есть и никакая квалификация это шадо на шадо это основная вещь которую необходимо понимать вот это первая квалификация сутыга с вами вот и вторая собственно его черта в том что он ученик он сам то есть я понимаю это не потому что я понимаю я разобрался в чем-то я такой умный такой хороший но я понимаю потому что мои духовные учителя мне это объяснили и я смиренно слушая их или его там уже там по ситуации на я обретаю это знание у меня появляется видение вот именно благодаря тому что я смиренно служу я ну я мы то есть этот человек делает это смиренно служит и получает знание от духовного учителя не за счет своего разума и вчера буквально мы обсуждали с одним предным этот момент он выразил такое важное очень сомнение он говорит смотрите даже обратите пожалуйста на это внимание шиллопада критикует вот эту идею когда знание передается через там он прикупливает там рада кришна этого канинина как его ну как векананда получил знание что его гуру якобы ему прислонился в голове рукой и там знание полный там передалось шиллопада высмеивать такой подход передачи знания и но говорит о том что это неправильно на самом деле она через через наставление передается вот и тут у нас может появиться это предный выразил такое интересное сомнение говорит а как же вот почему тогда мы приводим истории например тут акачари или кто там еще был падма как вызвали ученикам ну уж он карачали в общем были ученики до несколько кто-то качаре и 2 был панма обхали под мопада под мопада которые которые получили здания просто по милости гуру то есть вы знаете на эту историю когда тот акачаре как он стал собственно тот акачаре и он был просто слугой шан карачаре вот но в какой-то момент шан карачаре благословил его и у того появилась трансцендентное знание он стал цитировать не цитировать стал сочинять шлоки на очень сложном размере глубоко философски очень мудрые ученики все вот такие восхитились возможно даже возмутился о ничего себе мы тут и священное писание изучаем годами годами сидим мы тут какие-то скеды совершаем этот человек он просто служил стирал одежду нашему гуру и теперь у него вот это проявилось и этот предный с которым я разговаривал из россии он выразил сомнения подождите как же зачем тогда мы эти истории вообще приводим может быть эти истории судя по всему эти истории неправильные потому что шиллопад даже критиковал такой подход что знание постигается через вопрошение духовного учителя они чудом вот так вот и мы размышляли с ним и пришли к выводу что на самом деле это вовсе не противоречие потому что постигать знание не означает штудировать его вот это важный момент то есть мы думаем что чем через вопрошение означает когда какой какая там буква а какой там шлока а как ну-ка ну-ка еще раз повторите эти тезисы дайте-ка я запишу первый пункт второй третий пункт то есть мы как бы думаем вот у нас наша проблема дорогие преданы да в том что мы знанием считаем шкалярство или вот вот такой академический подход когда мы препарируем реальность вот мы разрезаем анализируем жестко своим вот этим вот будхи таким оскверненным да и мы анализируем эту реальность мы думаем это означает познание что но бхагавадгити кришна придерживается другой точки зрения в двенадцатой главе где он помните он объясняет что есть знание я провозглашаю знанием к развития качеств что оказывается на самом деле что такое знание это когда я я не читаю книги а я читая слушая гуру я пытаюсь применить за своей жизни я слушаю духовного учителя я слышу о нем о чем я слушаю не о фактах да и мы видим про на они вообще никаких факт не о фактах они не об истории мыслу я слушаю него о сознании о том какое у меня сознание должно быть каким оно не должно быть я начинаю как я себя должен вести в каких-то жизненных ситуациях и затем я начинаю практиковать это то есть шауном мананом я это осмысляю я по ним я понимаю смысл сказанного и затем не дедьясаном то есть я применяю это и когда я применяю у меня появляются практические вопросы то есть вопрошание гуру это не вопрошание о букве но это вопрошание о поведении о том как я должен себя вести как я должен скорректировать каким другим человеком я должен стать вот что такое процесс постижения знает кришна об этом именно говорит бхагавангити вот в 12 главе на манит вам адам битвам ахим сакшанти раджа вам что я провозглашаю эти вещи знанием знание означает развитие качества в себе вот и когда да так вот вот это означает от духовного учителя получить знания из тут и госвами был учеником и на в этом смысле он не просто найти чтобы он там сидел потом шуку даю госами говорил с париши там и су-то такой подслушал все запомнил на вот как мы так иногда делаем мы слушаем какую-то лекцию и потом мы ну я просто перескажу и все восхитятся да ну да и можно так сделать но я же забуду потом я забуду я не пойму я не применю на самом деле то есть это не метод настоящий метод это именно что-то услышать и начать сразу же практиковать сразу же применять жить этим вот суток а с вами он не просто услышал но он все это осмыслил и он пережил это все то есть он был очень реально квалифицированный человек вот поэтому ну я хотел еще раз чтобы мы это вспомнили нам потому что это связано с гитой прежде всего и это связано с нами поэтому еще раз суток а с вами и мудрецы на мишаране это очень важный для нас пример затем мы узнали о народе муни и веса дэви да вот эти все истории и теперь мы читаем историю парикши там как величайшего преданного вот и на предыдущие главы рассказали нам о том какого было какой был бэкграунд парикши да то есть как что у него какая кровь текла у него в жилах вот и сейчас мы ближе ближе подходим к этому этапу когда бага в этом вот-вот явится уже когда произойдет это все проклятие так сказать да нет хода без добра что называется то есть какое-то проклятие парикши там произойдет но прежде мы еще немного узнаем об уходе кришны потому что казалось бы но зачем бага нам здесь кришна здесь у нас есть какие то вопросы что-то нам непонятно ну вот кришна есть кришна вообще вечный и принципе никто не ожидал что он куда-то куда-то уйдет он просто это реальность кришна-то реально для этих людей вот но но тем не менее мы понимаем что каль-юга и и только рюга кришна он всегда приходит и уходит поэтому он должен был уйти но для того чтобы подготовить наше сознание к уходу кришны чтобы мы не воспринимали это как ну как ушел умер умер как как умер но охотник ему в пятку попал стрелой даже сама эта история она абсурдно правда как это так в пятку человек попали то даже если нам в пятку попасть даже если пулей попасть и там ну не знаете фрутом металлическим но все равно ничего не произойдет то есть сама есть даже история абсурдная но для того чтобы подготовить нас к этой маушада лили лили игре я господа когда он уходит нам показывают как преданное это воспринимать и преданные воспринимают очень чувствительно уход кришны они очень чувствительны поэтому наша глава 14 сейчас рассказывает как раз о сердце махараджи и дештиры и сердце арджуны но это будет мы уже знаем что он был на сердце подробности но сейчас мы смотрим на и лишь хиру и он в начале главы он задавал задавал вопросы он сразу по моему с 20 до стиха он начинает задавать вопросы он говорит как же он понимает что что-то не так глава в главное самое главное но он не осмеливается сделать и он начинается издалека до вы все обсуждали наверняка уголь то как те как эти поживают в конце концов он уже не выдерживает и он уже хочет про кришну спросить но все равно не делает этого он говорит потому что там шел пропада сейчас где-то в комментарии говорит что да вот поскольку господь это по моему в тридцать четвертом или где-то там на поскольку господь совершенен сам себе вопрос о его благополучии не возникает то есть и дештира хотел спросить а может с кришной что-то не так это был абсурдный вопрос поэтому и махараджи и дештира воздержался от него он спросил только его резиденции два ракопури где собирались добродетельные люди шел пропада перефразирует в этом комментарии живу с вами который как раз об этом говорит что на самом деле почему почему где это было да это где-то было в этих стихах это было где-то по-моему уже в тридцать четвертом как раз живу господь с вами говорит что ну это странно было спрашивать как у кришны дела поэтому он спрашивает а как у кришны дела в два раки знаете это такой подход то есть я могу не могу сказать кришна кирсу как у вас дела ну как то так полу борота так сразу но ну понятно мы можем так как приятелье но обычно там говорят как у вас как вы тут поживаете то как вы тут поживаете ну когда спрашиваю как вы тут поживаете я имею ввиду как вы вообще поживаете то есть тут это просто такой мягкий способ как бы подойти к человеку чтобы не вторгаться сразу в его туда вот личное пространство как вас сегодня дела например но имея в виду, как вы вообще поживаете. Это Шелджи его с вами объясняет. Вот и Шелджи Парупада, повторить ему. Затем там же Парупада говорит. Да, он, ну, хорошо, это уже дальше. Так вот, смотрите, значит, Иудиш-Схира, прям ему не терпится, он понимает, что-то не так с Кришной, но он напрямую не спрашивает, он подходит к этому. И затем он понимает, да нет, ничего не могло плохого произойти, поэтому в сегодняшнем стихе он начинает спрашивать о самом Арджуне. Давайте мы прочитаем эти стихи. Это 39-й и 40-й. Шелджи Вагасвами тоже говорит здесь в комментарии, что он говорит как бы, да нет, ну, с Кришной ничего не могло произойти, значит, точно с тобой что-то произошло. Он спрашивает, может, с тобой что-то случилось? И сам себе отвечает, да нет, наверняка с тобой, но точно же не с Кришной. Кичитте на кичитте на майам тата тата он его называет. Интересно, да, дорогой брат? Тата это означает младший брат младший брат. Опять тата он его называет. То есть, смотрите, он прям, юдиштира, он прям, как бы, ну, прям по голове гладит, Арджун, прям, братик, ну как там, объясни мне, может, у тебя что-то не так случилось? О, брат Арджуна, скажи мне, здоров ли ты? Твое тело как будто умерло свое сияние. Не потому ли это, что ты долго жил в дворике и тобой пренебрегали, не оказывая тебе почтения? Здесь Вишанадчик Аварти Такур объясняет, что можно по-разному не выразить почтение. Он говорит, может быть, тебе не выразили почтение? А может, хуже того, тебе выразили неуважение? Это еще хуже, когда открыто говорят человеку о неуважении. Ишла Пропада комментирует. Бхараж Юдиштира интересовался всеми аспектами благосостояния Двараки, но в конце концов сделал вывод, что пока там находится Господь Шри Крышна, ничего дурного произойти не может. Да, вот, Пропада пересказывает, да, живы мы с вами. Но в то же время казалось, что тело Арджуны лишилось своего сияния, поэтому царь спросил, все ли у него в порядке, и стал расспрашивать о его жизни. Сороковой стих. Да, тоже интересно. Может быть, кто-то недружелюбный или с угрозой обратился к тебе? Тоже такое интересное. Ну, подумаешь, то есть к Арджуне кто-то с угрозой. Да, к Арджуну любого на место поставят. То есть, Эрдиштира начинает гадать просто. Он просто какие-то, он достает какие-то причины, ну, в принципе, как бы легитимные, да, но не для Арджуны точно. Ну, то есть, в принципе, такое может быть, что человек кто-то обидел. Ну, как бы говорить Арджуне, кто-то обидел, что ли? Арджуна, ну, это же Арджуна. Кто-то может обидеться? Может быть, ты, и вот тут уже интересно, может быть, ты не мог подать милостыню, просившему ее, или не выполнен данное кому-то обещание, либо, может быть, ты увидел страдание кого-то, не помог и ничего не сказал даже. Вот это очень страшная вещь. Вишан Ачакова объясняет в своем комментарии, что очень страшно, если мы не можем кому-то помочь, мы хотя бы должны сказать что-то, хотя бы сказать, прости, я не могу тебе помочь. Ну, как-то поддержать словом. Если же, ну, наверняка у вас были такие ситуации в жизни, когда вы оказывались свидетелями какого-то плохого поступка и ничего не делали, и даже ничего не сказали, и затем вы чувствовали такую горечь, ну, как бы, что я вообще негодяй просто. То есть, так нельзя было, просто нельзя было оставить... Я помню, однажды в Москве шел по метро, ну, то есть, те из вас, кто в Москве давно не были, могут удивиться тому, что я увидел, но это был переход между станцией и метро. Представьте себе, Москва, то есть, это очень крупный город, современный, как бы считается такой европейский, скажем так, да, город. Это метро, то есть, там проходят миллионы людей ежедневно, миллионы. И вот в одном коридоре, в проходе между станциями, я увидел, как какие-то барыги или, не знаю, сутенеры какие-то, они избивали женщину, ну, очевидной профессии. Они ее избивали, как, ну, так вот, ну, наказывали за что-то. Это происходило среди бела дня, прямо вот там, в переходе, и толпы, просто толпы шли мимо. И я был в этой толпе тоже. Вот, и я вообще не ожидал такую картину увидеть. У меня что-то там, ну, как бы, инстинкт самосохранения заставил меня продолжать идти просто. Хотя, ну, казалось бы, там, ну, по крайней мере, можно было остановиться, как бы, привлечь чего-то в нем. Ну, то есть, это же жуть какая-то вообще происходит. Понятно, что она тоже не святая и так далее, и ничего они ей серьезно не сделают, потому что, ну, она им тоже нужна. Ну, то есть, это все, как бы, уже аргументы, но горечь вот эту я испытал даже в себе. Ну, я понял, что, ну, хотя я, кто я такой, я особо-то, ну, я вообще никак не вмешался. Я, похоже, увидел сцену однажды на каком-то вокзале, Курском, по-моему. Вот, ну, то есть, есть вот такие вещи, за которые мы чувствуем, ну, как бы, стыд, да, стыдно очень, что я, ну, почему я хоть что-то не, ну, хотя бы не попытался даже. Вот, может быть, Абжуна, у тебя это произошло? Абжи Диштира спрашивает. Шелупруппада комментирует. Состоятельного человека или кшатри иногда посещают люди, нуждающиеся в деньгах. Когда человека, обладающего средствами, просят о пожертвовании, его долг подать милостыню, учитывая личность просящего места и время. Это очень интересный момент, дорогие преданы. Очень интересный момент. Шелупруппада прямым текстом пишет о том, что если нас просят и у нас есть, то мы должны дать. И это не есть пожертвование. Вот это важный момент. Помните, в Бхагавадгите, мы сегодня Бхагавадгите говорим, Бхагавадгите Кришна говорит, что есть три вещи, которые каждый должен совершать. Яна, Тапа и Дана. То есть, жертвоприношение, аскезы и благотворительность. Это то, что всегда нужно делать. И что такое благотворительность, мы можем по-разному, конечно, понимать это, но как мы это понимаем из целостного, буквально недавно Бхагавадгита Янга своему, хорошо, на эту тему тоже давал лекцию благотворительности. И я хотел бы с вами поделиться этими мыслями, чтобы мы тоже их, ну, как бы, немного, я не хочу затягивать, но чтобы у нас это… Потому что это очень важная вещь, что такое благотворительность, что значит творить благо другим людям. Основная идея здесь в том, что я хочу сделать что-то для возвышения сознания этого человека. Все, что требуется, я готов делать для его возвышения. Это может быть Прасад, это может быть Святое Имя, это могут быть книги Пропады. В лучшем случае, это, конечно, книги Шила Пропады. Это то, что максимально можно возвысить. Общение с Святое Пропадой – это лучшее, что мы можем сделать для человека. Но если у меня нет такой возможности, я стараюсь сделать все, что угодно для его возвышения. Это может быть просто помощь, доброе слово, улыбка. Это может быть еда какая-то, хлеба кусок. Но если я делаю это с правильным сознанием, я именно думаю, этот человек, это же душа. Я хочу принести ему благо. Или хотя бы стать инструментом в руках того, кто может облагодействовать его. Может быть, сам я никчемный, ничтожество, но я могу помочь этому человеку хоть какой-то шажок сделать благодаря соприкосновению с чем-то более высоким. И вот это будет благотворительность. Это то, что развивает во мне какие-то благородные качества. Вот это вот великодушие души. Великодушие души. Великодушие. Развивает во мне широту души. Без которой я к Кришне, на самом деле, не смогу прийти. Узкая душонка, она никогда Кришну-то не воспримет. Но есть еще один подход, или, скажем, другая сторона этого, когда я совершаю не... Тут вот нам нужно смотреть в каждой ситуации, у каждого из нас, а что это сейчас происходит? Благотворительность или это вот вторая вещь? То есть благотворительность, еще раз, это дано. Это когда я вот от себя как бы отрываю, вот у меня есть что-то, и ради возвышения другого я ему это даю. Вот это называется благотворительность. Теперь есть другой момент, о котором здесь говорится. И в чем как бы единственная загвоздка благотворительности, что человек может возгордиться. Человек может думать, я благодетель. Если я это не делаю под чутким руководством, именно как инструмент в руках тех, кто идеально приносит благо, то я могу подумать, что я благодетель. Это очень тонкое, но такое осквернение материальное. Поэтому здесь важно еще понимать, что какие-то вещи мы делаем не как благотворительность, а как долг, просто как долг. И вот в частности, например, мы должны, каждый из нас должен заботиться о членах своей семьи. И это неблаготворительность. То есть дети, родители, дальники-то, родственники, иногда нужно там какие-то делать подарки, или там скинуться на похороны. Ну, не знаю, например, да, какие-то вещи бывают. Или там построить дом, всем пойти. Ну, сейчас такого не делается, но в целом... То есть я отдаю свою энергию кому-то, с кем я нахожусь в одной системе. То есть я часть какой-то системы. Я часть этой семьи. Поэтому я отдаю туда энергию. Я ведь получаю оттуда, и я тоже это должен... Это просто не вопрос моего благородства. Это вопрос моей честности. Вот, что это моя семья, я им должен. Я просто какие-то вещи им даю. Естественно, отрываю от себя, не как благотворитель, а просто потому, что я должен им это сделать. И в том числе это относится к бедным людям, к беднякам. Если я вижу бедного человека, этот человек является частью социума, в котором я живу. Он... На самом деле мы с ним связаны. Это мне кажется, что я своей жизнью живу, а он какой-то своей. Нет, мы находимся в одной налоговой системе, находимся в одной социальной структуре. И у меня есть лично... Конечно, видите, как современное общество, государство современное, оно вынуждено или так или иначе переняло у семьи, у общества большую часть функций. Пенсионную какую-то защиту, медицинское обеспечение. Все это, по идее, должно быть где-то вот там, в семье. Психологическая поддержка. Сейчас мы еще раз предназначили, очень распространенные психологи, здесь на Западе особенно, очень большим спросом пользуются. Почему? Потому что нет семей. Нет вот этого вот... Семьи были разрушены фактически. Тоже интересная история. Как? Я с вами, мы хорошо недавно раскрыл секрет интересный. Но вот это все разрушено, и семья фактически не выполняет своих функций. Поэтому даже в некоторых странах Европы люди даже уже оспаривают вообще семью как социальный конструкт какой-то стабильный. Они говорят, ну да, на каком-то этапе нашей эволюции человеку нужна была семья, а теперь как бы, ну, в ней нет необходимости. То есть, в принципе, уже открытым текстом там в парламентах каких-то европейских стран об этом говорят, ну, недалеки те времена, когда семья будет ликвидирована как институт общественный, да. Вот, а будет просто, ну, какие-то другие вещи ей на замену. Это, конечно, страшное будущее, но оно нас ждет, скорее всего, очень даже скоро. Так вот, когда я, на самом деле, когда я вижу какого-то человека, или даже там, ну да, я должен понимать, у меня связывают с ним определенные нити. Поэтому Шилабахтисиданта Сарасвадь-Такур, он говорил, если вы грехасхи, говорил своим ученикам грехасхам, не даете нищим хотя бы там копейку, то есть, ваше сердце черствеет, потому что вы думаете, что, ну как, я вообще с ним никак не связан. Он своей жизнью, я своей жизнью. Есть я, есть Кришна, все. Но на самом деле он говорит, нет, это неправильно. Это все дети Бога, и вы с ними конкретно связаны. Вы живете в одной стране, вы живете на одной планете. То, что потребляете вы, потребляет и он. Если у вас сейчас больше, значит, у него меньше. Надо делиться. То есть, это тоже есть. Понятно, что тут не нужно, это не материализм, это должно быть все видно в связи с Кришной, посмотреть, но, опять же, всегда в виде всех остальных. То есть, иными словами, проблема, с которой мы работаем, это за индивидуализм. Вот с чем мы работаем. Индивидуализм. То есть, когда я думаю, что есть я, и в лучшем случае еще есть Бог, мой Бог, который мне полезен, но в конце все равно в центре я. И упускаем вот этих вот людей вокруг меня. Упускаем других живых существ. Поэтому здесь, и вот Идуштира говорит, может быть, ты эту ошибку совершал? Может быть, ты не дал кому-то, хотя ты как к шатре вообще должен. Не просто как к шатре, ты вообще как человек, активный, как семейный. Грехасха означает не просто семейный. Грехасха означает социально интерпорированный, так сказать, социально, ну, встроенный во все это. Социальный человек. Такому человеку, понятно, там, с Аниаси, он в другом уже. Вот, но Грехасха, это такой человек должен быть социально активным, должен быть, почему должен? Ну, не кому-то должен, а себе это должен. Потому что, только живя такой полноценной жизнью, социальной, человек может реализовать свои внутренние, потенциал внутренний, увидеть свои проблемы, научиться с ними работать. Не вступая в активные социальные связи, человек не может увидеть свои проблемы даже. И вот, как раз делиться своим богатством с бедными, это часть социальных интеракций, если хотите, вот это его социальное взаимодействие. Вот, об этом, если говорить, Гараж, Жиридиштира. Вот, и дальше он говорит, но, да, естественно, он говорит, Шелпрупат говорит, подать милостыню, учитывая личность просящего, место и время. Да, то есть, это тоже важный момент, безусловно. Там вопросы посыпались, поэтому я сейчас остановлюсь, через пару минут нас начитаем комментарий. Аналогично этому, а вот, если кшатри или богатый человек не исполняет своего долга, он непременно будет сожалеть о своем поступке. Аналогично этому, пообещав подать милостыню, нельзя нарушить свое обещание. Такие проступки иногда вызывают у совершившего их подавленность, и люди порицают такого человека. Да, это тоже вторая сторона, что другие тоже порицают. Это также могло быть причиной уныния Арджуны. Конечно же, Махараж, Жиридиштира понимал, что истинная причина в другом, да, он об этом скажет дальше, вы будете об этом дальше считать, вот, но здесь важно подобраться к этому, потому что мы, потому что тем самым мы в себе разбираемся. То есть, слушая эти слова Юдиштиры, мы можем также смотреть в свое сердце. Почему я испытываю подавленность? Почему? Может быть, я не удовлетворил, ну, не исполнил какие-то свои материальные обязанности? В конце концов, как бы, занимаясь этим самоанализом, рефлексируя, мы в конце концов придем к тому, что мне Кришны только не хватает. На самом деле, Кришны нет в моей жизни. Но до этого мы должны увидеть также все остальные проблемы. Увидеть, а где я не дорабатываю? И когда мы доработаем во всем, когда мы будем честными в материальном отношении полностью, тогда мы можем уже, ну, искренне Кришне подсказать. Кришна, я понял, я вроде бы все сделал, вот просто тебя мне реально не хватает. Я все усилия приложил. Вот. Либо я приложил все и понял, что это безнадежно. Такое тоже может быть. То есть, я вроде бы все сделал, но там все равно все рухнуло. То есть, это не значит, что мы, опять же, Бхакти не зависит от кармы. То есть, это не означает, что я должен быть социально успешным человеком, чтобы Кришне предаться. Нет. Я должен быть социально ответственным. Вот в чем разница. Потому что ответственность это моя позиция. Это моя жизненная позиция к тому, как я и Бхакти тоже практикую. В этой связи, последнее, что я скажу, это знаменитый анекдот про человека, к которому Бог пришел во сне и приказал толкать гору. Мы эту историю с вами вспоминали, толкай гору. И он вышел на улицу, увидел эту гору, стал ее толкать. Толкал, 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 весь день толкал. Ничего не сдвинулось с места. Год толкал. 40 лет он толкал эту гору. И никуда она не сдвинулась. Потом он уже умирал, лежит, умирает и говорит, Господи, я такой вот, я ничего не сделал. Я так и не столкнул эту гору ради тебя. И Господь явился к нему и говорит, а что ты так переживаешь? Я же тебя о чем просил? Толкать. Но я же не просил тебя ее сдвинуть. То есть, задача-то не в том, чтобы сдвинуть, а в том, чтобы толкать. Иными словами, моя задача в жизни не в том, чтобы с кем-то стать, не в том, чтобы покорить какие-то вершины, чтобы достичь чего-то, прям изменить мир. Мы ничего не меняем, мы вот такие маленькие, но мы должны толкать. То есть, наша задача в том, чтобы занимать активную жизненную позицию и свою дару, свой крест, как говорят христиане, донести. И нести его не просто как-то, не как вот, чтобы принести, а для того, чтобы это наше служение Богу. Мы делаем то, что мы делаем. И вот когда я занимаю такую активную жизненную позицию, активную в смысле ответственную, ответственную жизненную позицию, я буду делать, что Кришна на меня хочет. Вот тогда в таком сознании я уже могу бхакти практиковать, это будет эффективно. Бхакти я могу по-разному практиковать. Это будет агьято, сукрития, может там что угодно быть, аропа, сида, бхакти. Но именно чтобы удовлетворить Кришну, мое отношение к практике бхакти должно быть очень ответственным. И это мы можем научиться в своей повседневной жизни. В том числе. Ну вот, то, что здесь можно сказать по этим стихам. Я, с вашего позволения, посмотрел вопросы. И пройдем. Вопрос. Как в преданном проявляется, что он познал суть Писания? Как его распознать? Говорить об бхакти могут многие. Да, спасибо вам за отрезвляющий душ. Действительно говорить могут многие. Как распознать? Ну, смотрите, здесь, в этом вопросе кроется... О чем этот вопрос? От меня кто-то. И если честно смотреть на этот вопрос, то ответ практически всегда один. Да. Этот человек обманывает. То есть, на самом деле, практически любой... Все видно, да? У меня что-то зависло. Чуть притормозилось, но сейчас обратно. Все нормально. То есть, если честно посмотреть, то да. Ну, как честно? Формально честно. Если соблюдать формальную честность, то, в принципе, нет совершенных людей. Поэтому любого человека можно обвинить в том, что он не следует тому, о чем говорит. Это факт. Но... Но... Да, да. Но на самом деле в каждом человеке есть и то, и другое. И вот как раз искусство слушания заключается в том, что я не идеализирую человека, а затем, увидев в нем какой-то недостаток, недостаток, я говорю, а, все, то есть я как бы, ну, то есть я его возвел на пьезистал некий в своем уме, да? А затем я его низвергаю с этого пьезистала. Я говорю, а, оказывается, у него вот, он, оказывается, у него там в носу ковыряется, да? Или там у него, у него жадность появилась. У него какие-то еще... Он не до конца, оказывается, знает. Вот. Поэтому тут, конечно, идеализация не нужна, а нам нужно увидеть именно вектор развития человека. Если я вижу, что этот человек искренний, то я уже имею все основания с ним общаться, слушать его. С другой стороны, я всегда должен держать ухо востро. И как только я вижу, что этот человек, ну, куда-то в сторону уходит, я, ну, смиренно, с уважением, да? А, это вражевая себя пробудилась по всем. Вот. То есть это... То есть если я вот понимаю так, что, да, этот человек, он, да, я вопрос задаю не с вызовом, а я уточняю. То есть я говорю, подождите, пробуду же вывод, ну, как бы вы, может быть, вы чуть-чуть, как бы, ну, съехали сейчас, да? Потому что с уважением, потому что не то, как, ну, Акела промахнулся, да? А, вот он тут. Это опасная вещь, это фактически, ну, оскорбление, оскорбление Бхакти, потому что я забываю о том, что Бхакти уже живет в сердце этого преданного. И если он стоит на пути, если он ученик своих гуру, если он практикует, да, он может даже ошибаться, ничего страшного, это небольшая проблема, вектор правильный у него, нормально, будем продолжать. И то же самое к себе тоже. Не надо, как бы, слишком депрессовать, там, по поводу каких-то своих тоже ошибок. Мы тоже можем ошибаться, это себя тоже не надо идеализировать, вот, но самое главное находиться под руководством. Поэтому это, конечно, квалификация первичная. Если человек под руководством, даже он ошибается, ничего страшного, со временем это пройдет, очень быстро пройдет. Я надеюсь, ну, это как-то проливает свет на ваш вопрос, но вот это то, как я это понимаю. Вот, еще вопрос. Какое правильное применение принципа Рупы Гасвами отдавать 50% дохода на развитие бухгази? Ой, Кришна. А кто, это Кришна Кирдзи спросил? Я не знаю, я никогда. Ну, то есть, во-первых, если вы про Рупы Гасвами спрашиваете, насколько я помню, все-таки речь идет о Рупы Гасвами, когда он принимал его на прасху. Вот, и когда человек принимает Банапрасху, он должен очень четко, то есть, до Банапрасхи, в режиме Грихасхи, у человека приоритет это семья. Это однозначный приоритет. То есть, он должен вкладываться в семью, он должен в детей вкладываться. Это его первейшая обязанность. И по мере сил он вкладывается в проповедь. Как я разговаривал с одним преминым на днях, и духовный учитель ему сказал, он сказал, что мне делать, просил наставления, в общем, Гурма Хараш ему сказал, что ну вот, делай то, то, вот эти обязанности, эти, и потом помогай здесь, и по мере сил помогай там. То есть, не надо строить себе благодеятеля какого-то вот там прям такого попечителя для всех. Просто по мере сил что-то делай. Насколько я понимаю, но поскольку у меня, я не могу быть авторитетом в этом плане, но если мы говорим Рупи Гасхами, то все-таки здесь речь идет об Анапрасе, когда он все вот это, он оставил себе 25 процентов на черный день там куда-то НЗ, 25 процентов он отдал семье, да, потому что они тоже ждали, как он пишет там в комментариях, и 50 процентов он посвятил миссии, да, то есть отдал миссию на распространение Санкт-Петербурга Кришна. И то мы не знаем, как это точно там выглядело, вот поэтому эти 50 процентов это, конечно, загадочная вещь, для кого-то это может быть там у протестантов, по-моему, да, они там 10, там, ну кто-то не протестанты, ну то есть там десятина есть у христиан, кто-то ее платит, и они, наверное, как-то решают вопрос, я даже, есть даже книжка такая на русском, забыл, как она называется, один предный написал, я ему начали пробовать в Москве, она прямо обсуждает этот вопрос, что такое 50 процентов, от чего 50 процентов, от прибыли, или от дохода, за вычетом налогов, или нет, за вычетом алиментов, или нет, и так далее, то есть все эти вещи, конечно, можно много там рассуждать, но идея в том, что на самом деле для греха с хипервичной это семья, вот, и уже по мере стил, по мере, как бы, ну, нужно помогать честно, активно, я так это понимаю, но лучше спросить у опытных людей, я не понял, как это связано, кстати, с нашими стихами, а, это типа про благотворительность, да, еще, не проще ли было прямо спросить Арджуну, что с ним, а не гадать, не проще, а потому что, это в Раджбассе прогадали, спрашиваете, я думаю, извините, в Раджбассе прогадали, я думаю, не проще, потому что, потому что, это культура, мы, как бы, можем, конечно, с полуоборота человека спросить, а что у тебя, но, прежде чем задавать вопрос человеку, как у тебя дела, нужно все-таки войти в его положение, нужно, потому что это, смотрите, когда я человека спрашиваю, что с тобой случилось, то я в каком-то смысле выше него стою, то есть, я не, как бы, ну, это быцекомерие в определенном смысле, я не попытался со своей стороны, не приложил все усилия, чтобы понять, что с ним случилось, так, то есть, на самом деле, культура означает, что я вообще прямо могу ни о чем не спрашивать, я догадываюсь обо всем, и причем делаю это безошибочно, я могу просто на лицо человека посмотреть, и чтобы не тревожить в нем эти чувства, потому что я могу сказать, что у тебя случилось, это значит, он должен мне сейчас рассказывать, что с ним случилось, то есть, это значит, что он опять будет проходить через этот эмоциональный опыт, я как бы его терроризирую, на самом деле, этот момент, человек может сказать, я не хочу об этом говорить, знаете, такое бывает среди близких, да, когда вы, ну, может быть, в семье у вас такое бывает, с друзьями, он говорит, что случилось, он, не-не-не, я вообще не могу, вот, это нормальная реакция человека, на самом деле, более естественно, когда мы догадываемся, мы можем даже не спрашивать, просто у тебя, может быть, им так, а что у него могло случиться, вот я помню, на прошлой неделе он ходил к зубному, а вот я помню, у него там, может быть, у него бабушка, она же болела там, укронавирусом, ну, понимаете, то есть, я как бы, вот это мое сердце раскрывает, на самом деле, не напрямую, а я вот догадываюсь, это мое сердце смягчает, ну, я так этот момент понимаю, вот, ну, такие у нас стихи, вопросы, может быть, кто-то еще хочет, что-то дополнить, буду рад. Арик Вишна, дорогие преданные, да, пожалуйста, задавайте свои вопросы, у Амалы, Бахты, есть тоже вопрос, Амала, подключайся. Арик Вишна, жалей на Богу, с моим поклонами. У меня вопрос, история с Чимат-Бхагаватом, царя Яяти, я, может быть, путаю имена, но он там фигурировал, или его сын, или он сам, когда отдал, не отдал свою молодость, и он аргументировал это тем, чтобы потом заняться чистым бахтем, если я правильно помню. То есть, то, что он хотел еще понаслаждаться сам, ну, или для чего ему нужно было молодое тело. вы в лекции сказали о том, что, ну, это как бы не наш вариант, что, ну, ждать там, чтобы потом, нужно сейчас. Я правильно понял? И это вообще... Да, это были сыновья Яяти, это были старшие сыновья, которые отказались. Пуру был младшим сыном, и он согласился. Он отдал своему отцу молодость, вовмен на его старость. И именно аргумент, который приводили старшие сыновья, один из них вот этот аргумент привел, он сказал, я не могу, я еще не понаслаждался вдоволь, поэтому мне нужна моя молодость, чтобы я понаслаждался, а потом предался Богу. Вот, это вот классическое мирское понимание религиозности, вот, и за это он поплатился, ну, как бы он был проклят Яяти, он и остальные сыновья, они были прокляты, и их, они потом ушли из Баратоварши, и они стали, кстати, Яяти, Яяти стал прародителем, насколько я помню, Яванов, то есть греков, да, ну, если я не ошибаюсь, по-моему, по-моему, вот этот момент. То есть, именно вот это вот пренебрежение, это, кстати, очень интересно, потому что пренебрежение наставлением отца, оно фактически легло в фундаментом во всю греческую мифологию, затем, которая, в свою очередь, стала фундаментом для всей европейской современной цивилизации. А вот этот фундаментальный принцип – это убийство отца, вообще убийство. Фактически, что сделали с Яяти его дети, они, пренебрегая его просьбой, они убили его, ну, они планировали это сделать, так, они его обрекали на гибель. И это мы видим, Зевс убил Кроноса, Кронос убил своего отца, то есть, вся эта, вот эта идея отца убийства, она течет в наших жилах, именно от Яяти, от его сыновей, точнее. Вот, и поэтому у нас, именно на Западе, так распространен конфликт отцов и детей, именно по этой причине, потому что у нас в жилах, вот это вот, вот это вот проблема сыновей Яяти, но младший сын, Пуру, его звали, он согласился, вот, и потому что он понимал, не надо ждать, он, он наоборот, он сделал вывод, он сказал, отец, ты столько времени наслаждался, и все равно не счастлив, так зачем мне тогда нужна эта молодость, наслаждаться ею, я лучше сейчас предамся Кришне, вот, и он отдал свою молодость отцу. Такая это была история. Спасибо, Враджи, я никогда не слышал, чтобы так объясняли, мне казалось, все наоборот, что вот он не отдал, он сделал правильно. Ну, если я ничего не напутал, я посмотрю еще раз, может быть, я действительно, но вот я просто недавно читал этот раздел, Багова, там буквально недели две назад, насколько я помню, там именно так было, но надо посмотреть. Тут есть вопрос еще от, еще два целых прыгов, является ли тот факт, что Кришна семь дней держал Говардан, доказательством его, того, что он бог, потому что Пуласьте Муни, например, он Говардан еще до этого держал, да, кто не только Пуласьте, кто еще, Хануман, говорят, тоже Говардан держал, ну, там есть разные истории, да, вот, хороший вопрос, он, а кто-то хочет, нет, вопрос такой, как бы, во что мы верим, иными словами, да, верим ли мы, что Кришна Бог, потому что он сильнее держал Гору, нет, на самом деле, Кришна Бог не поэтому, хотя мы приводим это как аргумент, что Пропада, помните, говорит, я Гопи Джана Валаба, Гири Вардари, говорит, а ты хочешь быть Гопи Джана Валаба, ты хочешь, чтобы у тебя было много Гопи, это про каждого, тогда ты Гири Вардари, тогда подними Гору, и подержи ее семь дней, это, знаете, что, это вызов, это вызов не, ну, как бы, относительный вызов, то есть, это вызов для слабаков, вот что это такое, Пропада прибегает к таким методам, это он бросает вызов слабакам, и говорит, ах ты такой, ну, тогда сделай, сделай что-то, знаете, когда человек тоже так кичится, он такой умный весь, вот сделай хоть что-то, и оказывается, что человек вообще ни на что не способен, но, но, скажем, любому полубогу можно бросить этот вызов, он подымет Говардан, хотя это тоже не факт, потому что там, власть он же поднял один раз, но потом он не смог поднять, Говардан сказал, все, хватит, вот, но на самом деле, как бы, Кришна Бог не потому, что он поднял большую гору, а почему он Бог, потому что он делает из любви, вот почему он Бог, потому что он держал эту гору, чтобы, а, защитить своих предных, чтобы, б, выразить свою любовь Индре, поправив его, исправив его, и, в, самое главное, для чего он поднял Говардан, для того, чтобы иметь возможность дарить свою любовь, Шимаде Радхике, и другим Гопи, и вообще всем, в Раджбасе, в течение целой недели, не переставая, то есть, в этой, как бы, Айшваре, в том-то дело, что Айшваре, она всегда ограничена, мы всегда можем сказать, но она всегда относительна, то есть, мне может казаться, да, Бог велик, но я все равно могу найти кого-то более великого, ну, кто может казаться мне более великим, конечно, есть пределы, но мы даже подобраться к этим пределам не можем, понимаете, да, есть пределы нашего воображения, как бы, но мы туда подобраться, они маленькие очень, на самом деле, вселенная-то гораздо больше, мы самому ее не можем объять, но, если мы все время будем, как бы, бросать вызов Кришне, а ты действительно настолько велик, мы увидим, да, он велик, но мы можем увидеть кого-то, кто кажется нам более великим, однако потом еще, Кришна еще более велика кажется. Но это как бы чехарда, она на материальном уровне, поэтому в рамках материальной вселенной, на уровне так сказать, Нарайны максимум. Но не в этом наша Бхакти. Корень нашей веры не в этом. Именно та вера, которую Господь Читлани нам дал, которую нам Шила Барупада дал, она не основана на вот этой Вайдике. Это Вайдика. Понимаете? Вот то, что мы сейчас обсуждали, это Вайдика. Она не имеет никакого отношения к Бхакти Маргу или к Пушти Маргу или Рага Маргу, который дал Господь Читлани. Никакого отношения. Не важно вообще, какой там Кришна. Сильный или не сильный. Но то, что все его поступки ради любви, вот это нас восхищает на самом деле. Но я не буду об этом говорить больше, потому что мы это определили, теперь этим нужно жить. То есть это не просто теория, которую нужно с разных сторон обсуждать. Это принцип, который нужно теперь применять. Основывать свою веру веру. И поэтому Гуру Махарадж, помните, что Васил Прабу, он говорил несколько раз, он говорил, когда в 97-м году люди уходили, и некоторые из них говорили, вы что реально верите в том, что Кришна сильнее держал Гуру? И Гуру Махарадж говорит, я смотрел на них и думал, вообще у этих людей когда-то вера была. Так вот, это не была вера, потому что на самом деле Вайдика, она вообще не вера. Ну, строго говоря. Потому что когда мы, если мы верим, что Кришна Бог, потому что Он поднял Гуру, это значит, что я папуаз примитивный. Ну, строго говоря. Ну, потому что, ну, подумаешь, Кришна поднял Гуру. Да Кришна может... Он планеты держит вообще. Планеты. И не только Кришна может Гуру поднять. Вон, ученые, они дома, видели, они дома поднимают вот так вот на два сантиметра и передвигаются с одному местом на другое. А скоро они будут летать в космос. А Кришна не летал в космос. Ну, Кришна летал, конечно. Но, допустим. То есть, если мы Кришну сравниваем и нашу веру основываем вот на каких-то вот этих вот фантиках, мультиках и кино, то, конечно, у нас будут проблемы, к сожалению. Но если мы правильно основываем свою веру на любви Кришны, что Кришна, Он Бог любви. Он не Бог, там, Он Гиривардхари. Не в том смысле, что Он держал его там. Он мог без мизинца его держать даже. Он мог перепоручить его кому угодно. Маду Мангал мог мантрами его держать. Но именно что нас восхищать должно в этой ситуации, а именно восхищение является сутью расы. Раса Сара Чаматкар. Что нас восхищает в Кришне? Это то, что Он ради любви это все делал. Просто из любви к своим преданным. Вот я предлагаю об этом подумать, послушать об этом, проанализировать свою веру. найти, уцепиться за эту соломинку милости Кришны. Вот еще Юрис, вопрос есть. Пожалуйста, да. Харе Кришна Прабу. Спасибо за вашу лекцию. У меня, да, примите меня, какой я есть, я совсем зеленый и новенький в сознании Кришны. С удовольствием. Вот у меня появились два вопроса. Как я услышал там, что это моими словами, если я не даю бедным, не жертвую бедным что-то, тогда мое сердце, ну, как сказать, там, твердое, да. Вот, но в моем случае, не знаю, мне так кажется, что надо, мне надо найти этого бедного, потому что мне кажется, что я не жертвую никогда там бомжам на улице или кто-то там подойдет попросить денег, потому что я предполагаю, куда эти деньги могут уйти. Да, ну, надо, это вот про бедных людей, да, ну, что мне кажется, что надо найти такого человека, кому пожертвовать не в сознании Кришны, да, скажем, ну, или в сознании Кришны, да, чтобы эти деньги не уходили там в тамагум. Да, это один вопрос. А второй вопрос тоже по пожертвованиям. Ну, я, я, когда есть возможность, да, я стараюсь пожертвовать деньги там в храме, да, там, Бахти-центре, там, на курсах Бахти-латта, там, что-то. Вот сейчас я себя хвалю при всех, да, вот получается, да. Нет, пока не хвалишь. И... Понимать, насколько. И вот, насколько это важно, что я делаю это, не знаю, неважно или как. Извините за мой русский. Я еще, тем более, немножко нервничаю сейчас. Я даже не услышал ответы на прошлые вопросы. Я думал, как задать эти вопросы, там, записывал. Так вот. Да, а насколько это вот неважно, или как делать это публично или анонимно, да, потому что публично я как-то, мне кажется, я кормлю свое ложное эго, но с другой стороны, я хочу, чтобы меня похвалили, да, я чувствую, я как мужчина, это естественно, насколько я знаю, это естественно, что я но ищу доказательства тому, что я хороший. Признание, да, 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 признание. Ну вот, вот такие у меня два вопроса. Хара Кришна. Спасибо, спасибо большое, да. Что касается, смотрите, что касается бедных, то это действительно нужно делать, но здесь нужно с разумом, конечно, подходить, и прежде всего, смотрите, есть два вида благотворительности, ну, насколько я понимаю, я сейчас вот, мы уже как бы не в рамках Бага в этом говорим, тем больше мы делимся жизненным опытом, да, я тесно общаюсь с пищей жизни в России, ну, международным, то есть я дружу с лидером пищи жизни, мы часто очень обсуждаем эти вещи, именно, как бы, философию, идеологию пищи жизни с Гуру Махаражем, я часто тоже эти вещи обсуждаю, поэтому я просто от своего, как бы, понимания могу поделиться, да, сейчас без каких-то ссылок, я не готовился, да, без каких-то там, ну, скажем, официальных вещей, да, но вот, насколько я понимаю, есть два вида благотворительности, один это организованная благотворительность, когда я осознанно, целенаправленно направляю свои средства на благотворительность, и в наше время этим занимаются некоммерческие организации, и их тоже есть два вида, так вот, извините за детализацию, но это важно, смотрите, то есть я могу просто, конечно, сам идти и просто кому-то давать, искать, кому-то дать, но это не факт, что будет эффективно, потому что надо сразу это делать, но в наше время эту кшетру, или как бы всей этой сферой занимаются НКОшки, вот эти некоммерческие организации, и они двух видов, еще раз, это есть независимые, а есть связанные с государственными социальными институтами, то есть соцзащиты, соцподдержки и так далее, вот эти, которые независимые, они хороши, но они тоже как бы немножечко в отрыве действуют, насколько я понимаю, если вы хотите заниматься благотворительностью, а это нормальное чувство, о котором мы сегодня говорили, это разум, то необходимо найти такую организацию, которая есть хорошая бухгалтерия, отчетность, то есть они явно ваши деньги на ветер не пустят, и они не просто сами по себе это делают, они именно делают это вместе с государством, потому что государство уже занимается защитой обездоленных и так далее, но их там как бы весь день не справляются, и те организации, которые участвуют в этом, которые не ставят себя в пику государству, ну по крайней мере в России так, я не знаю как в других странах, вот в России пища жизни, они сотрудничают с государством, то есть они с Центрами социального обслуживания, ССО, они сотрудничают, они не просто говорят, мы будем вот тут вот это делать, они приходят в администрацию города и говорят, вот мы такое хотим делать, дайте нам какую-то сферу, где мы можем вот там, хотите мы будем в этом вам, мы вам помогаем, это смирение на самом деле, мы вам помогаем, вот, и вот такие организации, они заслуживают доверия, насколько я понимаю, и поэтому ну вот в это стоит, конечно, вкладываться, но есть вторая категория благотворенности, это случайная, то есть когда вы просто по улице идете и к вам вот какая-то бабушка, она на коленях стоит, да, и протягивает к вам стаканчик, вот, и написано у нее там что-то на бумажке, ну, то есть очевидно, что здесь как раз идет проверка моего, ну, вообще, а я вообще готов как-то ради других жить, или я, нет-нет, я там, я уже пожертвовал там на пищу жизни, например, да, вот, не, ну, в этот момент я тоже что-то, но вы можете даже ей евро-два, это же, то есть по крайней мере как-то ответить, то есть не обязательно ей там 100 евро давать, да, об этом позаботиться в службы, вот, может быть она даже обманщится, может быть, но это не моя уже проблема в каком-то смысле, то есть по крайней мере у меня просят, то есть человек у меня просят, если я ему грубо отказываю, ну, как бы игнорирую его, либо еще и какие-то слова ему посылаю в дорогу, в догонку, да, то это, конечно, для меня, прежде всего, плохо, поэтому, ну, в таких случаях тоже можно какие-то копейки дать, ей легче будет, вам тоже будет из этого хорошо, ничего плохого от этого не произойдет, ну, естественно, если это алкоголик или какой-то человек, который очевидно потратит это, ну, то есть тут уже надо разум как-то, подключать, конечно, можно ему сказать, знаешь, иди-ка ты куда-то, как Вацал, прому недавно об этом рассказывал, он пересказывал сцену из одного фильма, 90-х годов был такой фильм, «С меня хватит» назывался, может быть, кто-то его смотрел, там такой хороший актер играет, и он про человека, который, у него, в общем, все как бы, крыша поехала, там в жизни все, и он там в пробке, вот эти пробки там, ну, алименты, ну, все его задавило, и он в какой-то момент через парк идет, и к нему такой парень подбегает и говорит, слушай, братан, дай мне там денег, он говорит, а что я тебе денег буду давать, он говорит, ну, понимаешь, я ветеран, говорит, вот Вьетнама, говорит, так тебе же, говорит, еще даже 30 лет, как ты можешь делать, ну, в смысле не Вьетнама этого, корейской войны, ну, так что-то на ходу, значит, придумывает, он говорит, и тот, так ты иди, ну, зачем тебе, он говорит, да я понимаю, что ты приехал там с Санта-Барбарой, и там ключи, машины, в общем, он ему какие-то пару вопросов задал, серьезных, ну, как бы, а как ты, покажи, говорит, свои права, говорит, какие права, ты же на машине приехал, ты такой, слушай, что ты ко мне пристал, вот, ну, то есть, это явный развод, да, и он ему достойно ответил, вот, поэтому, конечно, если у вас, ну, есть голова на плечах, то можно посмотреть на каждую отдельную ситуацию, выяснить пару вопросов, а где, покажите, да, конечно, есть профессиональные обманщики, вот, опять же, в Москве, в метро, там, очень много таких стоят, они, там, есть начальство, у них, они собирают деньги, и это все идет, как бы, определенной пирамидой, вот, ну, в этом мы не обязаны участвовать, это просто ерунда какая-то, но если я действительно вижу, вот, какая-то бабушка, или в Индии, там часто это бывает, там тоже есть профессиональные нищие, с которых собирают, как бы, деньги, и идет это все дальше, по иерархии, но есть, действительно, люди, которым можно помочь, как иллюстрацию, я могу привести, такую историю, однажды со мной произошла, я сидел у одного человека, во Вриндауне, мы у него в магазине были, вот, такой, он очень богатый, это, ну, Ганготри магазин был, вот, мы сидели с ним, разговаривали с хозяином, вот, и вдруг, какой-то, такой, баба Джи какой-то подходит, милостыню просит, вот, этот человек, Нарендра, он ему дал 10 рупий, хотя я видел, там много таких ходило, и он им ничего не давал, никому, но этому он дал 10 рупий, я говорю, Нарендра, прохожу, объясните мне, пожалуйста, у меня два вопроса, во-первых, почему вы ему вообще дали, а во-вторых, почему всего 10 рупий, потому что, ну, как бы, если уж давать так, ну, то есть, он мог тысячу дать, там, 100 долларов, ну, то есть, он очень обеспеченный человек, почему 10 рупий, и он мне ответил, ну, я ему дал, потому что я его знаю, я его знаю, он хороший, преданный, вот, а почему всего 10 рупий, потому что я знаю, что ему больше не надо, я знаю, он очень простой, аскетичный, ему нужны, ну, там, ему нужно, я знаю его потребности, ему этого нормально, ему там еще дадут, там еще дадут, и ему хватит на жизнь. То есть я уважаю человека. Я жертвую ему не потому, что я высокомерно так как бы сверху вниз ему на тебе, да, с барского плеча 10 рупий, 10 центров, да. Нет, но я из уважения к этому человеку это дело. Ну вот примерно так. Тут столько можно всем как бы еще... Я не знаю, это как-то ответило на ваши вопросы? Да, спасибо, спасибо. Очень, очень хорошо ответили же. Вот сейчас пойду искать после работы, пойду искать бабушку на улице, которая выглядит бедной. Ладно, я жутчу. Да, что касается жертвования в храмы, и, конечно, лучше всего это идеально, и это надо обязательно делать, нужно поддерживать проповедь, безусловно. Если я сам не могу проповедовать, то нужно поддерживать проповедь. Это нужно жертвовать тем людям, которые проповедуют сознание Кришны. Храм этим занимается. Шилапрупада для проповеди учредил Искон, как организацию. И, строго говоря, полномочия на проповедь от Шилапрупады принадлежат Искон. Поэтому, если мы отдаем Искон деньги, именно Искон, да, как организации, как вот этой вот институции, то со своей стороны мы сделали все, чтобы эти деньги пошли на проповедь. Понятно, что там какие-то проценты все равно пойдут на поддержание, на какую-то инфраструктуру, да. Может быть, даже нас кто-то обманет. Такое тоже может быть. Может быть, мы верили в человека, мы вкладывали, вот, но может такое произойти, что, ну, это мне такой мир. Но со своей стороны я все правильно сделал, я пожертвовал. Вот поэтому это лучше всего. Что касается вот этой вот обратной связи, да, когда я, ну, чувствую потребность в признании, это естественное чувство, его нельзя как бы игнорировать. и оно, в принципе, уместно. Это нормально. В начале, поэтому любой, любая организация, которая собирает деньги, они понимают, что человек получает благо от того, что он просто вложился своей энергией, он уже, то есть вы получаете благо. Но поскольку они видят, что у нас есть мотивы еще, да, они нам также говорят, ну, давайте мы ваше имя здесь повесим, там, мы вам благодарность выразим, да. И это нормально. Постепенно это уйдет, и желание пропадет, чтобы мне говорили. Ну, как, далеко не скоро, не торопитесь, ничего страшного. Нормально. Но требовать не надо. Вот это другой момент. Не нужно требовать, чтобы мне благодарили, чтобы меня там гирляндами награждали. Но ожидать этого совершенно нормально. Просто, когда это не приходит, не нужно обижаться. Нужно над собой работать в этот момент. И понимать, ну, видимо, я слишком многого хочу. Ничего страшного. Вот. Но ожидать неплохо. Не переживайте. Все мы ожидаем, что нас поблагодарят. Это нормальное человеческое чувство. И даже более того, иногда мы обижаемся, когда нас не благодарят. И, в принципе, иногда это даже справедливо. Ну, то есть, ну, что вы даже спасибо не могли сказать? Ну, ребят, как я могу с вами сотрудничать, если вы даже спасибо не можете сказать? Мне же много не надо. Вы просто хотя бы спасибо раз в год мне открытку пришлите. Я вам, извините, ваш спонсор постоянно. То есть, если вы даже такого не можете сделать, то я сомневаюсь в вашей компетенции. Вот в чем дело. То есть, если вы не то, что я обиделся, а я вообще сомневаюсь в том, что вы умеете с людьми работать. Это значит, что вы непонятно, как вы все это делаете. Мое доверие к вам под вопросом. Ну, опять же, не обижаться, но смотреть на эти вещи очень серьезно, трезво. Люди должны уметь благодарить, иначе это несерьезные люди. Это очень важная часть как бы обратной связи. Ну, это также от лидеров зависит тоже. Очень важно дать обратную связь. Ну, правильно тоже. Спасибо большое. Я надеюсь, что Юрий доволен ответом. У нас еще один вопрос. Спасибо. Браво. Харе Кришна. А ты еще два целых заключения, наверное, в нашей встрече. Да, давайте. Почему в историях Шамадбхага так много проклятий? Проклятие на проклятие, и это из уст браманов. Дмитрий, еще два вопроса. Бхагавадгита, качество брамана, потерпеть. Ну, да, браманы проклинают по-разному. Бывает, что они срываются, но, как правило, мы знаем, браман проклинает, потому что он не проклинает, он констатирует проблему. Как, например, Индра был проклят Брехаспати, не потому что Брехаспати обиделся, но он увидел, что у Индры проблема. И он сказал, ой, Индра, так ты ведешься, как свинья. Наверное, тебе надо стать свиньей, чтобы испить эту чашу уже до конца. По-свински ты себя ведешь. Поэтому или Нарада Муни, ярчайший пример, Налокувара и Манегрива, он их проклял, но это не было выражением его какой-то злобы или обиды. Он это сделал, но что он увидел? Ну, ребята, вы буквально на днях, вчера мы читали в машине с Акшай Кришной про будет историю на днях. Он в Бхагаве, она коротко описана, он проклял их. Почему? Потому что он понял, что они совсем обезумели от гордыни, от высокомерия. И чтобы благословить их, он проклял их. Blessing and disguise. Поэтому браваны проклинают, но они, иногда они под влиянием гун тоже это делают. Да, это правда. Это тоже бывает. То есть, мы все несовершенны, иногда мы можем сорваться. И не только браваны, но и мы простые, смертные. И даже браваны. Поэтому тут тоже не надо идеализировать их. Вот так вот. Да, не знаю, вот еще у Дмитрия вопрос. Давайте посмотрим. Прикришна, мои поклоны преданные. Так как сегодня день явления в Хагавадхиде, небольшой вопрос у меня. Почему в Ясаде он предложил Критараштри, чтобы он сам мог увидеть сражение на Куркшетре, битву в Махабхарате, вот я буквально зачитаю. И почему вот он как бы не принял, как бы отказался, да. Если, вот Вяса говорит, если ты пожелаешь видеть это сражение у Владыка, я наделю тебя зрением. О, сын, следи, следи же за этой битвой. Критараштри ответил, не по душе мне видеть убиение родственников, лучших из мудрецов, но властью, поею, пусть услышу, я все в подробностях об этой битве. Так Критараштри не пожелал лицезреть битву, а хотел слышать о ней. Кришна Дваяпанов Яса, податель даров, наделил божественным зрением Санжаю. Яса сказал, вот Санжай и расскажет тебе об этой битве, вот царь. Ну что, сражение-то мне останется от него сокрыто. Вот этот момент вы могли бы прояснить. Я не понял, а что прояснить? То есть, почему Критараштри как бы отказался, то есть, Ясадева предложил ему увидеть сражение. Я понял. То есть, почему он отказался увидеть? Да, да, да. Я понял вопрос. Я не знаю. Я никогда не слышал ответа на этот вопрос. Я даже не задавался им. Не знаю, что для кого-нибудь другое морское. Ладно. Все, Где-то надо будет найти. Поищем где-то какие-то еще дополнительные источники, может быть. Да, я тоже не слышал такого, такое вообще как бы ситуации. Хорошо, дорогие предные, если тогда вопросов нет, сегодня, конечно, попробуем посвятить себя еще больше изучением и повествований Бхагалангита. Есть также разные программы, которые посвящены этому. В интернете можно посмотреть. Есть Ягья, Ващашика Прабул проводит большую программу. Русские преданные тоже проводят. Так что, пожалуйста, тоже подключайтесь и используйте этот день сегодня как раз-таки для углубления своих отношений с Бхагалангитой. Спасибо большое, Вражаяна Прабу, за прекрасную лекцию, за эти моменты, которые вы подчеркнули. Это очень важно, как, слушая Юнфиштиру Махараджи, мы можем понять свое состояние. Вот это очень понравилось. И сделать выводы, что же мне именно не хватает в этой жизни. И в конце концов прийти к тому, что всего, чего мне не хватает, это Кришна. И как Итхиштиру Махараджи, как он воспринимал это. Или же уход Кришны, или же отсутствие Кришны в жизни предного. Вот это очень такие важные моменты. Спасибо, что вы подчеркнули. И спасибо преданной за вопросы. Тогда поблагодарим Вражаяна Прабу, принесем свои смиренные поклоны всем преданным Господу, которые подобны древам желания исполняться. Сейчас самая интересная часть лекции, это все включают камеры. Наконец-то, да, проявление. Ну же, где, где, что-то у меня ничего не появляется. Я уже как бы стараюсь преданных вдохновлять, чтобы они получали вот этот вот нектар от взаимосвязи с лектором через камеру хотя бы. Но пока еще нужно пройти еще этот период, раскрыться, раскрыть сердца через камеры. Спасибо большое, что подключаетесь преданных. Это очень вдохновляет преданных лекторов и также всех участников.